Открытый диалог с Александром Непомнящим Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Юрам Бен Цви, так назвал меня мой друг Исраэл Бен Моше, который знает иврит. Я не знаю, насколько это правильно, но я пообещал, что я произнесло это имя Юрам Бен Цви. Он сказал, я обязательно буду слушать и скажу, правильно ты говоришь или нет. Ну а наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Как вы назвали? Юрам Бен Цви? Юрам Бен Цви. Ну хорошо. Поскольку я Сергей Александрович, он сказал, что на иврите это бы звучало так. Ну я бы поспорил, но мы как-нибудь, может быть, отдельно поговорим о том, как изменяются имена европейские или греческие в еврейские. Но имя Александра, кстати, я бы не стал менять, поскольку оно принято, введено в канон еврейских имен еще в очень давние времена, во времена, собственно, даже еще до начала. Ну и замечательно. Итак, начнем, наверное, как я сегодня уже сказал, с очередной антисемитской выходки президента Трампа, а именно о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами. Да, безусловно, это просто невероятная наглость и хулиганство со стороны Трампа. Это, кстати, очередная демонстрация его неприятия и ненависти к еврейскому народу и вообще к всему человечеству, к правомыслящему. Действительно, что у нас тут происходит? А самым интересным и значимым событием израильским на прошлой неделе, ну, не на прошлой, а на заканчивающейся неделе, стало прибытие госсекретаря Помпео в Израиль. И кульминация этой встречи, буквально вчера, было совместное выступление Помпео и Натанияу в Иерусалиме. Вот, то, что было до того, я еще, думаю, расскажу. И буквально незадолго до этого выступления кульминационного мы узнали из твита Трампа о том, что президент США считает, что пришло время признать Соединенным Штатам Америки суверенитет Израиля над голландскими высотами. После 52 лет, написал Трамп, пришло время уже признать. Тут, я думаю, что стоит нашим слушателям немножко напомнить историческую канву. Дело в том, что район голландских высот, это, в общем, часть страны Израиля такая же, как, например, Галилея, или Негев, или Иудея, или Самария. И, в общем, во времена барона Ротшильда, того самого знаменитого барона Ротшильда, который спонсировал сионистский проект и помогал еврейским поселенцам на рубеже 19-20 века. Так вот, барон Ротшильд точно так же, как он покупал земли, скажем, где сегодня расположены побережья Средиземного моря города Израиля, он покупал землю, например, и на голландских высотах. Для него это было совершенно очевидно, что это тоже часть земли Израиля. Другое дело, что в 20-е годы, когда уже после Первой мировой войны, когда Франция и Англия делили остатки Турецкой империи между собой, Франция сумела урвать себе кусочек святой земли. И, в том числе, получила себе и голландские высоты. Поскольку Франция, в отличие от Англии, не давала никаких официальных обещаний еврейскому народу о создании государства, то, в общем, она помогла арабам выгнать всех еврейских поселенцев из территории голландских высот. И даже то, что там было, там был поселок, там были земли, все это было и время потеряно. Ну, с формальной точки зрения, документы на владение этой землей были у барона Ротшильда. Потом он их подарил Национальному фонду Израиля. И, собственно, сегодня у Национального фонда Израиля есть бумаги на владение землей не только голландских высот, но и гораздо больших территорий, которые сегодня находятся в Сирии. То есть, в принципе, если бы, так сказать, наш регион жил бы в правовом поле, то Израиль вполне бы мог сказать в Сирии. Знаете, ребята, вообще-то наши, так сказать, мы тут давно прикупили у вас землю, которая больше даже, чем голландские высоты. Вот давайте как-то договариваться, или вы нам компенсации заплатите, или вы нам эту землю отдадите, потому что она же, в общем, наша, это наша частная собственность. Но, так или иначе, в 20-е годы Франция сказала, это будет моя зона влияния, евреи брыз отсюда, и евреи потеряли эти территории. А в конце 40-х годов возникла Сирия, Франция ушла, и из колонии французской появилась Сирия, которая стала владелицей этих самых голландских высот. Но владела нами очень недолго, буквально меньше 20 лет. В 1967 году, в ходе шестидневной войны, в ответ на обещание арабов стереть Израиль с лица земли, мы помним, Израиль разгромил арабские армии и значительно расширил свою территорию, в том числе Израиль получил и голландские высоты. И вот с тех пор уже, собственно, больше 50 лет Израиль владеет этой территорией. То есть, в общем-то, он владеет голландскими высотами гораздо дольше, чем Сирия. И даже если мы не говорим об историческом праве, то, в общем, уже просто по праву того, что мы гораздо больше владеем этой землей, и гораздо больше уже сделали на этой земле, построили там города и поселки, и инфраструктуры, в два раза больше, чем в два раза больше, чем владеем, чем Сирийцей. А в 80-е годы, в 81-м году, если не ошибаюсь, вообще правительство Бегена, первого правого премьер-министра страны, распространило на голландские высоты суверенитет. То есть объявило, что эта часть больше не является, так сказать, спорной территорией, статус которых не установлен, как, например, сегодня в отношении Иудеи и Самарии существует положение. А голландские высоты вместе с Иерусалимом были объявлены суверенной частью страны Израиль. Другое дело, что никто из стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, это не признал. Ну, не признали и не признали. Израиль как бы от этого сильно не заморачивался. Ну, это, так сказать, типа ваши проблемы. Признать или не признали. Мы считаем это своим. Но, тем не менее, мы помним, что время от времени у разных левых политиков возникали идеи отдать Гаваны Сирии. И вплоть даже вот у нынешних конкурентов Натанияу, у того же Ашкенази были такие идеи о том, что, мол, если бы мы отдадим Асаду голландские высоты за то, что Асад согласится прогнать иранцев из своей страны. Нужно быть абсолютным астронавтом, то есть абсолютно не понимать ситуацию, чтобы выдвигать такие предложения. Асад, конечно, Гаваны возьмет, но, разумеется, дружбу с Ираном не прекратит. Да и вообще, так сказать, с какого перепуга мы должны отдавать свою землю за то, чтобы два наших плохиша между собой не так сильно дружить. В общем, ну, понятно, все, как всегда, у левых в голове полная каша и сумбу, не связанная никак с реальностью. Так или иначе, безусловно, пришло время, чтобы, по крайней мере, наш самый близкий друг Соединенных Штатов Америки признали наши права и наш суверенитет на голландских высотах, и об этом Трамп как раз и написал. Понятно, что на этой вот встрече, вчерашней в Руссо-Риме, Пампео и Натаньяо, Натаньяо просто сиял как самовар. Ну, действительно, для израильского премьер-министра это потрясающий подарок. На самом деле, подарок для всего еврейского народа, но это в его каденцию, это накануне выборов. Нельзя, понятно, что нельзя вырвать это из контекста, ощущение того, что Натаньяо действительно добился и сумел это сделать. Это был, безусловно, его день. И он очень, как бы, искренне и горячо благодарил и Трампа самого, и Пампео госсекретаря, и всю Америку. И даже, так сказать, построил изящный, но достаточно, как бы, такой, я бы сказал, непростой каламбур о том, что Пампей был тем римским военачальником, который пришел и захватил нашу страну в 2000 лет назад, больше уже, чем 2000 лет назад. А Майк Помпео, наоборот, как бы, приносит нам такой вот Пуримский подарок, Пуримское чудо. Вчера был Пурим, и вот такой вот Пуримский подарок. И, безусловно, сам Помпео тоже стоял и светился весь, потому что ему, конечно же, это все нравилось. Безусловно, он был доволен, и он понимал, что его избиратели, его электорат евангелистский, конечно же, его очень одобряет за такое действие, в котором он принял участие. Официально, насколько мы понимаем, признание это, то есть, все-таки, пока что это было только заявление в твите у президента Трампа, но мы знаем, что Трамп это редкий, тот самый редкий политик, у которого дела и слова обычно не расходятся. И, судя по всему, официальное признание президентом Соединенных Штатов и администрацией Соединенных Штатов, и Соединенными Штатами Америки признание суверенитета голландских высот состоится на встрече с Натаньяо и Трампом, которая будет на следующей неделе, открывается конференция АПАК, туда отправился Натаньяо, и, видимо, по ходу этой конференции он также встретится с президентом Соединенных Штатов Америки, там на встрече с Трампом, видимо, и Трамп это объявил. Понятно, что формально это как бы не меняет ничего, то есть, когда Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, то у него было конкретное действие, он взял посольство США и перевел его из Талявио в Иерусалим. В данном случае как бы нет никакого конкретного действия, которое ему нужно сделать, то есть, это просто слова. Америка соглашается с тем, что Израиль говорит это мое. Но мы понимаем, что за этими словами формальными на самом деле есть мощнейший толчок легитимации, потому что те страны, которые будут держаться в фарватере американской политики, они увидят в этом зеленый свет для того, чтобы им тоже не грузить себя всякими проблемами, тоже признать, и это, конечно, касается инвестиций, которые могут быть теперь направлены на голландские высоты и прочее, прочее, прочее. Россия сыграла здесь, в данном случае, конечно, очень нелепую роль. Россия выступила с резким осуждением, сказала, что она никогда не признает право Израиля на голландские высоты. В данном случае, действительно, это очень, на мой взгляд, совершенно глупый, бессмысленный шаг, потому что, если бы Россия отмолчалась бы, то в каком-то смысле сошла бы за умом. То есть, если бы Россия сейчас промолчала, то можно было бы так вот закулисно говорить, и люди бы думали, что вот не зря же Натаниелл летает регулярно в Москву, не зря же он о чем-то договаривается с Путиным. Наверное, они договорились, и Путин это как бы принял, и это значит, что Путин какое-то, кстати, имеет влияние на ситуацию в регионе, и для путинской паствы было бы, конечно, приятно осознавать, что, в общем, их лидер, он тоже как-то вовлечен в эти процессы ближневосточные. А тут, когда Россия заявила, что она это не принимает и никогда не примет, то получается так, что, в общем, никто о ней, и звать их никак. То есть, ну, не принимайте, не принимайте, мы без вас все решили, в общем, вас даже и не спрашивали. То есть Россия, которая вот очень любит выпячивать свое влияние на Ближнем Востоке, в данном случае показала, что, на самом деле, на Ближнем Востоке она мало контролирует ситуацию и считается с ней не больше, чем с Ассадом и с Ираном. Ну, кроме России, конечно, отметились тут и Эрдоган, который просто, как обычно у него, то есть он как чайник, у которого закипающий, глаза выпучены, рот брызгает слюной, он вопит и вирщит о том, что проклятые евреи, проклятый, значит, Трамп слишком любит Израиль. Вот понятно, что аятолы иранские тоже выступили, а Ассад, безусловно, так сказать, Ассад как бы потерпевший, хотя какой он потерпевший, он вообще не знает, что это голландские высоты. Я думаю, что голландские высоты у Израиля 52 года, сколько Ассаду лет. Ну, может быть, он был совсем крошечным, когда голланды перестали быть сирийскими, и были-то они всего 20 лет, поэтому... Но, тем не менее, он тоже что-то махал ручками такой, весь из себя. Вот, ну, Россия и Евросоюз, конечно же, как без Евросоюза, как без Магинини, которая тоже выступила и тоже сказала, что они не признают. Ну, она сказала как бы помягче, она сказала, что их позиция не изменилась. Ну, пока не изменилась, хорошо. Ну, вас тоже как бы сидели бы молча, может быть, сошли бы за умных. А так выступили и тоже показали, что вас вообще тут никто и не спрашивает. Вот, кому какое дело, что там думает Зимбабву по поводу голландских высот. Ну, вот Евросоюз примерно в такой же позиции. Сейчас сам себя в такую позицию и поставил. И израильские левые, в свою очередь, они в такой очень забавной дихотомии. Вот, потому что, с одной стороны, как бы народ же страшно радуется. 90%, 80%, 85%, 90% населения еврейского радостно воспринимает эту новость. Кричит «Ура! Трамп! Спасибо! Молодец, Америка! Мы с вами друзья!» И как левым, которых через те же самые три недели выборы, как им поступить, они, значит, с одной стороны, они бурчат, что это может повредить мирному процессу. Какой мирный процесс? Кому повредить? Что у нас с АСА, там какие-то дела, оказывается, были? Нет, конечно. Просто бурчат так вот, потому что обидно, что не они тут были. С другой стороны, они утверждают, что это мы начали. Лапид тут же написал в своей социальной сети, там где-то, что, мол, это вот он добивался. Вот, это ужасно смешно, потому что, ну, даже самый, даже первоклассник понимает немножко, кто есть Трамп, кто есть Натаньяо, кто есть Лапид. Вот, я не знаю, общался ли Лапид вообще в жизни своей с Трампом, то есть, уделял ли Трамп свое время драгоценное какому-то там Лапиду неучу, который даже образование не получил нормального. Вот, но Лапид утверждает, что это вот его заслуги. Ну, ладно. А, с третьей стороны, левый хором вопят, что это Трамп сделал, чтобы помочь Натаньяо на выборы. Что таким образом, мол, хитрый Натаньяо манипулирует президентом Соединенных Штатов Америки и вот так вот его заставил такую вещь сделать. И вот здесь, опять же, происходит то же самое, как с Россией, которая лучше бы молчала и тогда бы не выставила себя в таком нелепом свете, что от нее ничего не зависит. Левый пытается поставить вину Натаньяо, выдуманную, разумеется, идею, о том, что Натаньяо указывает Трампу, что делать. Но это вы ставите в вину премьер-министру маленького государства на Ближнем Востоке, что он указывает президенту самого могущественного государства в мире, что делать. И это вы считаете виной. И это вы считаете то, что людей убедить не голосовать, Натаньяо, через три недели. То есть нужно быть каким-то клиническим идиотом, на мой взгляд, чтобы, так сказать, вот так подставляться. Понятно, что на самом деле, конечно, все не так. То есть почему Трамп сделал это свое заявление, есть несколько тому причин. Во-первых, безусловно, дружба между Израилем и Соединенными Штатами Америки и симпатии Трампа к Натаньюалу, безусловно. И, безусловно, кто-нибудь вспомнит обязательно, что Трамп у нас еврей по внукам своим. То есть внуки-то у него еврейские, в отличие от большинства, кстати, к слову, реформистских евреев-американцев. Но, конечно же, на самом деле, если мы говорим серьезно, то это не только дружба и не столько дружба, и уж точно не еврейские евреи в семье Трампа. И даже не ощущение того, что это правильно. Потому что мы знаем, что Трамп у нас такой человек, он нравственный. Он любит делать правильные вещи. Даже если они неочевидно полезны, скажем, и приносят какой-то доход, он просто, ему нравится быть хорошим человеком. Так вот, на самом деле, тут есть, конечно, и электоральный важный интерес Трампа. Это, безусловно, будет воспринято с энтузиазмом основным оплотом избирателей Трампа, евангелистами, которые, конечно, точно так же были рады тому, что Трамп перенес посольство в Иерусалим, и они рады тому, что Трамп поддерживает укрепление Израиля. Поэтому, чтобы там левые не верещали о том, о фантастическом влиянии Натаньяу на Трампа, на самом деле, это, конечно, расчет Трампа. У него у самого скоро выборы. Ему самому нужно укреплять свои позиции. И он, безусловно, делает это потому, что так нравится его избиратель. Но мы же знаем, что он не только проголадует. То есть, вот буквально в эти же дни, вчера, по-моему, он совершенно потрясающий, замечательный указ о финансировании университетов. Он сказал, те университеты, которые не поддерживают свободу слова, а если перевести с дипломатического на обычный язык, те университеты, в которых правом не дают выступать и срывают их выступления, и там царит этот полнейший политкорректный тоталитализм. Университеты денег не получат, потому что я президент, и я понимаю, что так неправильно. А еще были введены целый ряд новых санкций на Иран. И, к слову сказать, эти санкции были сейчас введены на базе того самого архива, который Натанияу свистнул в Иране. Вот мы помним, мы говорили об этом. Израильской разведке удалось провернуть очередную операцию, которая войдет в аналог истории, они будут написаны, книги и сняты фильмы. Операцию, когда просто тупо два грузовика реальной информации, не электронной, а бумажной и пластиковой, на дисках, вывезли из Ирана на грузовиках. Вот просто, кстати, сверхсекретную информацию увезли, привезли в Израиль, перевели, рассортировали, поделились всем этим с американцами. Американцы почитали, сказали, о, вот эти люди, оказывается, занимаются ядерными разработками в Иране. А, так значит, не зря Трамп сказал, что нужно отменять это самое соглашение, потому что они действительно его нарушают просто во все стороны. И вот эти люди конкретно за это отвечают, вот мы на них санкции накладываем. Эти люди становятся париями в международном сообществе, потому что их самих как бы их самих не пускают в Америку. Их финансовые сбережения в Америке, так что, уже на них накладываются санкции. Но человек, который с ними будет общаться, другой, он тоже попадает под санкции. Таким образом, эти ученые, эти специалисты, эти закупщики иранские, которые связаны с ядерной программой, они все сейчас оказываются как бы людьми, людьми, от которых будут бежать как от чумы, потому что никто не хочет связываться из-за каких-то иранских амбиций с американскими законодательствами. В общем, что у нас, перерыв или вопрос какой-то? Нет, 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 нет. Просто я хотел бы вернуться к визиту Помпея в Израиль. Я хотел бы еще добавить, если можно, вот в этом ключе все. В общем, одним словом, мы видим, что Израиль и США, они идут просто буквально в одном ритме действуют. Такого сотрудничества, такого уровня сотрудничества мы действительно никогда не видели еще в истории. Ну, у Израиля коротенькая история относительно американской. Всего 70 лет. И вот такого сотрудничества, такого тесного и полезного для обеих стран сотрудничества мы не видели уже никогда еще. Вот. А что происходит у демократов? У них там все наоборот. У них, вот я сказал, что на следующей неделе начинается конференция APAC. И APAC — это лобби американских евреев, которые, конечно же, поддерживали Израиль. И старалась так, чтобы как можно больше американских политиков поддерживали Израиль. И это всегда было. Это было частью консенсуса бипартийного, бипартизанства, да, как у вас говорят. И, безусловно, на этих конференциях всегда была длинная очередь выступающих политиков. И республиканцев, и демократов. И хотя демократы традиционно поддерживали 70%, если не больше, американских евреев, но и республиканцы 30% не получали только от евреев. Но они все равно приходили на APAC и все равно выражали свою поддержку всему этому делу. А что происходит сейчас? А сейчас пока что на сегодняшний момент ни одного демократа, мы говорим о демократах, которые, там, 8 человек, по-моему, их претендует на руководство партии, как бы, кандидаты в президенты демократической партии. И ни один из них в Айпаке пока что выступать не собирается. То есть республиканцев, как всегда, много. Все хотят. А демократы и мы. И это все накладывается на то, что совсем недавно демократы провалили закон об антисемитизме. Потому что Ильхана Марк сказала, нет, не пойдет. Мы, так сказать, этих евреев ненавидим, в чем мы будем закон против антисемитизма принимать. И встает вопрос, действительно ли все те же ли 70% евреев собираются поддерживать партию, которая не поддерживает закон против антисемитизма. И ее представители, высшие представители, не собираются выступать на конференции APA. Более того, Ильхан Амари, вот эта подружка Рашиб Тлаев, они еще говорят о двойной лояльности евреев. О двойной лояльности американских евреев говорят две, так сказать, как поприличнее назвать, которые сами лояльны в гораздо большей степени братьям-мусульманам и организации освобождения Палестины, ОП, соответственно, чем американскому конгрессу. И это уже не против Израиля, это уже впрямую против интересов Соединенных Штатов Америки и против жителей страны, против американских евреев. Что будет дальше? Посмотрим. Ну, на самом деле, как бы, визит Помпео, он был гораздо шире, чем вот только история про голландские высоты. Может быть, если, Сергей, нам нужно, мы сделаем террориф, а потом уже, или ответим на вопрос, а потом продолжим говорить подробнее о том, как и что было вообще в этом визите Помпео интересно. Давайте тогда мы прервёмся, сделаем небольшой перерыв, после чего вернёмся и продолжим нашу программу. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. И прежде чем мы перейдём к другой теме, давайте примем звонок. Хорошо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вот у меня вопрос по этим голландским высотам. Значит, мало того, что Бог отдал землю, и все это в своё время, в 1948 году, приняли, что в Библии написано, что Бог отдал землю Израилю вот в таких-то пределах. Второе, значит, её выкупили. Третье, это её освободили в связи с тем, что на них, на Израиль напали, и они в результате выигрыша, так сказать, в этой войне, они освободили эти земли. Сейчас Россия, значит, и Турция, например, говорят о том, что мы не признаем. Значит, Турция захватила незаконно Кипр, и она говорит о том, что она не признает, что это незаконно. Россия захватила Курильские острова, ну и так далее. Так вот, а что говорит об этом международное законодательство, мне бы хотелось знать. Спасибо. Ну, я вам скажу прямо. Международное законодательство, оно как дышло. Куда повернёшь, туда и вышло. То есть, даже если все страны мира будут считать, что Россия совершенно незаконно удерживает Курилы или, скажем, Крым, то воевать с Россией из-за этого, кроме Украины, скажем, или Японии, особенно никто не хочет. Вот, то же самое и Турция захватила и удерживает значительную часть, почти половину Кипра. Но Кипр, входящий в Европейский союз, даже не пытается привлечь европейские страны к тому, чтобы те пришли и силой освободили оккупированную турками территорию Кипра. То есть, у кого сила, тот и прав. И в этом смысле, конечно, чтобы там Турция и Россия не голосили сейчас, Израиль абсолютно не переживает по этому поводу, потому что с таким же успехом, скажем, кто-нибудь там из радиослушателей нашей радиостанции мог бы тоже сказать, я не признаю. Ну, не признаешь, ладно, спасибо, до свидания. Вот. И ваше мнение нам тоже очень интересно, оно абсолютно никак нас не трогает. Вот примерно так. У Израиля достаточно силы, тем более подкрепленной сегодня американской администрацией, чтобы быть уверенным в том, что голланы наши, и отдавать их мы никому не собираемся. По крайней мере, пока у власти в стране находятся вменяемые политики, а не левые безумцы. Вы что-то еще хотели? Да, вы знаете, это, конечно, просто международный антисемитизм в чистом виде. Но у меня есть еще второй вопрос, тоже похожий на голландские высоты. Это вот ситуация с иорданским этим королем Абдалой, который решил поднять свою популярность среди своего населения, которое против него выступает уже со всех сторон, и бедуины, и палестинцы, и так далее. И он решил, значит, не продлить вот этот вот договор о землях, которые ориентовал Израиль. Ориентовал только потому, что в свое время премьер-министр подарил практически, левый, естественно, подарил эти земли иордании. Что дальше происходит? Как дела в этом отношении? Спасибо. Окей, значит, действительно, отношения Израиля и Иордании сейчас переживают достаточно странные, я бы назвал эти странными отношениями. Потому что иорданский король, в принципе, иордания сегодня целиком зависит от Израиля. Иорданский король абсолютно зависит от Израиля, потому что это и вода, которую Израиль поставляет Иордании, и разведданные о всяких террористических группировках, и прямая военная помощь, то есть просто оружие, которое Израиль передает Иордании. И в ответ вместо благодарности Иордания всячески оскорбляет Израиль, говорит разные гадости и, так сказать, пытается действовать, пакостить на международном поле. И вот в частности, например, когда-то Рабин в рамках соглашения с Иордани подарил Иордании здоровенный кусок территории Израиля, но поскольку там были поляки-бутсов, то вроде как сняли в аренду и была негласная договоренность с предыдущим королем, что эта аренда продлевается раз за разом. А этот король заявил, что он продлевать ее не собирается. Возникла довольно глупая ситуация, потому что Израиль совершенно не собирался отдавать эту землю иорданцам. Так или иначе, в Иордании сложная, как вы правильно заметили, ситуация. Там есть король. Под королем король держится на бедуинах. Бедуины в меньшинстве. Большинство там так называемые палестинские арабы. То есть, собственно, это же и есть государство для палестинских арабов. И они его хотят сбросить, потому что он им никто. Он какой-то, так сказать, пришелец из Саудовской Арабии. И они его не любят и не уважают. В парламенте большинство представителей палестинских арабов. Король держится там против парламента. Ситуация очень скользкая и очень хрупкая. Израильское правительство считает, что наш интерес, чтобы Иордания сохраняла стабильность. Почему? Потому что иначе вся наша граница с Иорданией, самая большая наша граница, сухопутная, превратится в такую же, так сказать, как Газа или с Ливаном, или с Силем. Израиль этого не хочет. С другой стороны, на мой взгляд, конечно, рано или поздно все равно придется из Иордании делать государство реальное для палестинских арабов и переселять туда арабов из Иудеи и Самарии. Может быть, и из Газы тоже. Из Газы, конечно, они скорее в Египет отправятся. Поэтому поддерживать стабильность, да еще ценой того, что он непрерывно нам изантигадит на голову. Но, тем не менее, правительство Израиля считает, что сейчас неприятности, связанные вот с тем, что тот самый Иорданский королек нам непрерывно пакостит на голову, меньше, чем те, которые случатся, если его сковырнут. И мы не поможем ему, когда его будут сковыривать оттуда. Но боюсь, что это произойдет и, так сказать, без нашего, и, так сказать, без того, что хотим мы того или нет. Ну, теперь можем поговорить теперь о визите. Я хотел заметить, что на самом деле визит Пампео, госсекретаря Пампео в Израиль на этой неделе, он был гораздо даже шире, чем вот это торжественное праздничное событие, связанное с признанием суверенитета израильского на Голландах. И там было много деталей, много нюансов, которые, я считаю, очень важно заметить. Например, Пампео посетил Иерусалим, столицу Израиля, и подошел к храмовой горе, к стене плача, к западной стене, к тому месту, которое осталось от подпирающей храмовой горы стены, и которое для большинства евреев является, так сказать, святым местом, хотя на самом деле мы помним, что самым святым местом является именно храмовая гора, но подпирающая стена, западная стена тоже ее там, это символическое место. И что происходит? До последнего времени политики, даже самые дружественные, приезжающие в Израиль и посещающие это место, как бы, даже если они были во время официального визита, они подходили туда как бы с частным визитом вне сопровождения израильских официальных лиц. Потому что прийти туда с израильским официальным лицом, это как бы, и не как бы даже, признать израильское право на эту территорию, на эту землю, восточного Иерусалима, освобожденную в 67-м году и непризнанную странами, которые, так сказать, считают, что эта территория оккупирована Израилем. И более того, когда Трамп первый раз приезжал в Израиль, на первый, единственный пока раз, будучи президентом в США, он тоже, каким дружественным не был вот этот его визит, он тоже подходил к храмовой горе без израильских официальных лиц. Там был раввин, там были какие-то сопровождающие, но израильских официальных лиц там не было. Но эта ситуация изменилась. Она изменилась еще в декабре прошлого года, когда посол Фридман пришел туда уже с израильскими официальными лицами. А потом был Болтон, который тоже пришел туда с израильскими официальными представителями правительства. И это все было как бы подготовительной деталик. По сути дела, Америка признала не только Иерусалим столицей, но и вот эту часть, эту самую, так сказать, сердцевину конфликта, храмовую гору тоже израильской. И в этот раз это уже было абсолютно явно, когда Майк Помпео, он пришел туда вместе с Натаньял, то есть уже больше просто некуда. Более того, он сказал, что он хочет, он попросил, чтобы израильский премьер-министр сопровождал его к его визиту к храмовой горе, к стене плача, потому что как дань уважения к премьер-министру Израиля и так далее. То есть это уже не просто умолчание, давайте в тихом профиле это все делать. Нет, мы, Америка, поддерживаем израильские права на эту территорию, и мы это делаем открыто и громко. Это, конечно, очень важно, и, конечно же, пресса левая умолчала изо всех сил. К слову, как бы из той же серии совсем недавно Госдепартамент выбросил определения оккупированные из определения Иудеи и Самарии, которые упоминаются в документах американских. Если раньше Америка говорила о оккупированной территории, теперь она их оккупированными не называет. В этом смысле, конечно, Аббас и его псы, там, Сай, Баррикад, они уже это просто непрерывно скулят. То есть каждый раз, раньше они реагировали еще на каждое такое действие американцев. Они, так сказать, снова взлывали и начинали говорить, Америка обижает нас, Америка любит только евреев. Теперь они уже просто непрерывно такое вот это вытье, переросшее в какой-то такой постоянный вой. И это ужасно смешно на самом деле, потому что они понимают, что они потеряли. У них были шансы чего-то получить при Аббаме или при Клинтоне, а теперь все, уехало в телегу. Но при этом, что важно, далеко не все гладко. То есть вот был визит в Помпео, и далеко не все было там гладко. Я думаю, что очень важно поговорить и об этом тоже. Дело в том, что одним из серьезных камней преткновения в отношениях Израиля и Америки является израильский флифт с Китаем. И Помпео несколько раз в ходе своего визита возвращался к этому вопросу и говорил, ребята, может случиться так, что нам придется уменьшить уровень сотрудничества в области безопасности, то есть, читай, обмен разведданными, размещение каких-то объектов военных на территории Израиля или в регионе, поскольку у вас слишком близкие интимные отношения назревают с Китаем. То есть, говорит Помпео так, пока Китай ведет себя честно и прозрачно, то тут никаких вопросов. Все с ним торгуют, все с ним договаривают, все хорошо. Но мы знаем, говорит Помпео, что Китай, он использует, например, инвестирование для того, чтобы поймать в ловушку долговую какую-то компанию и вести шпионаж через свои коммерческие представительства, в том числе, например, вот эту их телефонную компанию Huawei. И на самом деле это беспокойство не только Майка Помпео, это беспокойство и главы Шабака, то есть Израильской службы безопасности тоже. И он тоже говорит в том же самом ключе, как и Майк Помпео. Что мы тут видим? Мы видим, что на самом деле ситуация очень естественная. С одной стороны, есть симпатия между администрацией Белого дома и Иерусалимским правительством. И есть ощущение общих ценностей. Мы как бы по одну сторону баррикад за все хорошее против всего плохого. С другой стороны, есть финансовые интересы, которые разные. И есть вещи, в которых Америка не готова уступать. При всей любви Трампа к Натаньялу и при всей выдуманной левыми умению Натаньялу манипулировать Трампом, и Трамп и Помпео совершенно не готовы, чтобы какие-то американские секреты, связанные с вопросом безопасности или коммерческие секреты, утекли через Израиль случайно в Китае. Потому что Китай является серьезным противником, и нужно быть с ним осторожным. И я здесь в этом вопросе абсолютно как бы солидарен с Помпео и с главой Израильской общей службы безопасности, который говорит, надо очень аккуратно. Израиль, конечно, очень, ему нравятся китайские инвестиции. Это важно для нас. Но при всех этих выгодах и приоритетах нужно договариваться. И нужно помнить, что Китай для нас, конечно, безусловно, очень важный инвестор, а Америка наш очень важный друг. И надо найти такой компромисс. И тут опять же вопрос. Я верю в то, что Натаньял может найти компромиссы, который договорится так, чтобы все были довольны, чтобы китайцы не были обижены, и чтобы Америка не чувствовала, что эти самые интимные отношения Израиля и Китая могут нанести какой-то ущерб американским интересам. А вот может ли, например, договориться об этом человек типа Лапида или Ганса, у меня очень большие сомнения. Потому что эти люди абсолютно другой лиги, абсолютно другого понимания, видения ситуации. И как они такой вот, например, даже такой, казалось бы, простой вопрос. То есть это не вопрос, как договориться с арабами, как там договориться с Путиным, как там предотвратить войну с Ираном или победить в войне с Ираном. А простой вопрос. Вот есть Китай с его инвестициями, есть наш большой друг Америка, которая готова все, что хочешь сделать для Израиля, потому что мы, говорит Америка, вас очень любим. И понимаем, что вам это нужно. Но договориться в таком вопросе, это нужно уметь и понимать. И этого, конечно, у противников, оппонентов Натаньял на этих выборах. Даже близко незаметно таких умений. Ну и был еще один очень важный вопрос, на котором я тоже хочу остановиться во время этого визита. Это вопрос о трубопроводе. ИСТМЭД, так называемый. То есть не трубопровод, а газопровод. Что это за газопровод? Мы помним все, что Израиль обнаружил в своем шельсе, в Средиземноморском, газ. Обнаружил его так много, что стало понятно, что хватит и нам, и нашим соседям Египту и Ордании, которые покупают у нас газ теперь. У Египта был свой газ, но там после всех этих революций, братьев-мусульман и прочего мракобесия, все инфраструктуры разрушены, и поэтому он вынужден покупать у Израиля газ, потому что свой он ему не добыть, и труб нет, и все сломано. А у Ордании, как всегда, ничего нет, и нет денег, чтобы даже искать что-то, и развивать что-то, и поэтому и кушать хочется, и Израиль ее любит и поддерживает, дайте нам газ. Но кроме этого, кроме, так сказать, есть еще и Европа, газа много, и этот газ можно продавать Европу и обогащаться. На протяжении последних девяти лет Натаньял просто бился изо всех сил, чтобы пробить этот проект, а левые бились изо всех сил, чтобы не дать ему пробить этот проект, и здесь был чисто политический интерес. То есть они понимали, что если Натаньял сумеет начать продавать газ, то количество денег, которое потечет в страну, будет таким большим, что даже самые отъявленные отморозки, которые не понимают выгод и умения Натаньял руководить экономикой страны, поймут, что, в общем, он хороший премьер-министр. И поэтому левые хотели, чтобы газ начал продаваться только тогда, когда они будут у власти, а им все никак не удается прийти к власти, и поэтому они тормозят это всеми возможными силами. Но, тем не менее, Натаньял пробил этот проект, и стал вопросом, как мы будем его продавать. Сначала мы думали, что мы будем продавать его через Турцию, то есть как бы это месторождение, оно уже достаточно близко к берегу Турции, провожить там небольшой газопровод, присоединиться к турецким системам, инфраструктурам, и гнать его в Европу, получать за это денежку. Но затем мы помним, что у Эрдогана пошло, началось расстройство мозга, закипели его, так сказать, мозги, и стало понятно, что с этим человеком договориться невозможно ни о чем. То есть даже если мы о чем-то договоримся сейчас, то завтра он все переделает, все передумает. В общем, человек абсолютно ненадежный, невменяемый, нестабильный, и дело иметь с ним нельзя. А тут как раз появились греки, то есть сами греки и киприоты, которые сказали, давайте к нам, к нам, мы этого вашего турка тоже не любим. Израиль сказал, ну, раз такое дело, что бы нам не подружиться с греками. И у греков, у них правитель, премьер-министр вообще крайне левый. А крайне левые в Греции, они традиционно антисемиты. Такие как бы антисемиты и против Израиля, и против евреев вообще. Но когда дело дошло до таких жизненно важных проектов до инфраструктуры Греции, даже самые отъявленные греческие антисемиты стали страшными друзьями Израиля. И приезжал этот самый Ципрос в Иерусалим и говорил о великой дружбе древних народов, и о том, какие мы замечательные два народа, греки и евреи, прямо можно было послушать, подумать, что речь идет о каком-то сионисте греческом. Вот так или иначе, опять же, это все, так сказать, сшил аккуратненько Натаниал, потому что он умеет такие вещи прокручивать. Тут ему как бы равных нету в Израиле. И в итоге решили, что газопровод этот пойдет через Кипр, а потом через Грецию, а там в Италию и как бы всем странам Европы. Вот вещь, конечно, это очень дорогая. И проект очень амбициозный, потому что одно дело протащить несколько там, как бы достаточно короткий участок провожить неподалеку от побережья Турции, до суши, а другое дело тащить прямо через, почти прямо посередине Средиземного моря газопровод на большой глубине, много километров, и чтобы все это работало еще. И проект этот уже обсуждается долго и много. И понятно, что помимо технических сложностей и финансирования, там ЕС, кстати, сказал, что он готов поучаствовать финансово. ЕС, Евросоюз, который тоже большой, в кавычках, любитель Израиля, тоже хочет вписаться, потому что он понимает, что это для него маленький, но важный, важный, как бы, важный козырь в противостоянии России, потому что теперь, конечно, израильский газ не заменит российские поставки. Масштабы другие совершенно. Но хоть немножко, так сказать, Россию можно будет там цены сбить, может быть, и как-то вообще говорить им, что вот ребята, не наглейте, потому что у нас есть теперь другие альтернативные источники газа. Короче, европейцы тоже готовы вписаться. Но главной, как бы, серьезной проблемой является здесь безопасность, потому что это все идет по Восточному Средиземному морю. Там есть бешеные турки, но турки хотя бы как-то в НАТО их как-то сдерживают. А есть еще бешеная Хизбалла. Если Ирану захочется чего-нибудь напакостить, так поди пойми. И вот тут как раз мы переходим плавно на вопрос о том, что Помпрео, который приехал сейчас, и который принял участие вот в шестой встрече Натаньяу и лидеров Кипра и Греции, он, по сути дела, предоставил американские гарантии безопасности всему этому проекту. То есть он сказал, Америка вписывается в это дело, и мы вас как бы будем всей мощью нашей системы безопасности, мы вас прикроем. То есть это хороший проект, и мы, если какая-нибудь Хизбалла захочет на пакости, то она будет иметь дело не только с вами, но и с нами тоже. И это, конечно, очень важно, потому что теперь Эрдоган 10 раз подумает, пакостить ему, например, или нет. Потому что связываться с Израилем он еще может, как бы так пошуметь. А вот связываться с Америкой все-таки Эрдоган поосторожится. Но понятно, что, опять же, США могут так сказать, но не могут держать непрерывно большую часть своего флота в Восточном Средиземноморье, в общем, даже как бы не из интересов американских, скорее из интересов своих союзников. Поэтому, с одной стороны, есть гарантии, с другой стороны, есть желание и ощущение того, что, в общем, этим должны заниматься сами страны. А кто этим будет заниматься? Ну, не Греция и Кипр, конечно, а Израиль. У кого есть реальная военная сила в регионе? У Израиля. И здесь мы попадаем как раз вот в тот вопрос, который сейчас очень бурно раскручивается в израильской предвыборной, в предвыборном контексте, вопрос о подводных лодках. Натаньяу обвинен своими оппонентами, Гансом, Лапидом и всей этой, так сказать, веселой компанией, что он из своих корыстных интересов хотел закупить в Германии как можно больше подводных лодок. Почему? Какие у него там корыстные интересы? Это отдельная, очень смешная тема, которая как бы не вяжется совершенно. То есть в двух словах так. Натаньяу, когда он еще не был премьер-министром, то есть до 2009 года, он купил акции компаний, которые занимаются производством чего-то там, что требуется для производства стали. Окей? Это был какой-то стартап, он вложил туда деньги, а потом, когда он стал премьер-министром, то, в общем, он уже не мог владеть акциями, все по закону, он все это был официально совершенно, он эти акции продал, продал своему брату двоюродному американскому бизнесмену Натану Миляковскому. Продал, кстати, с большой, очень выгодой. Ему говорят, а почему с выгодой? Он говорит, ну потому что я понимаю в экономике, когда они только начинались, я понимал, что это очень перспективный проект, купил эти акции, потом продал, получил большую выгоду. Но, когда уже Натаньяо продал эти самые акции, эта компания была поглощена более крупной компанией, которая занимается производством стали, потому что ей для производства стали нужны были эти самые ингредиенты для графитовых стержней, что-то там такое сложное, технологическое, которые нужны им в печах для того, чтобы производить стали. А эта компания, которая производит стали, которая купила ту компанию, чьи акции были у Натаньяо, он их продал, когда стал премьер-министром, она стала поставщиком стали для немецкого концерна, который делает подводные лодки для Израиля. А, сказали наши левые, вот мы теперь видим, вот мы, например, наконец ущучили Натаньяо, вот он, где его махинация, его махинация. Натаньяо говорит, подождите, подождите, не путайте меня, я их продал, эти акции, и через 4 года после того, как я их продал, началась вся эта история с подводными лодками. Вы меня обвиняете в том, что я за 4 года до того, как я вообще как бы стал, когда еще не был премьер-министром, я купил акции какие-то, предполагая, что эту фирму поглотит другая фирма, а та фирма станет сотрудничать с немецкой фирмой, у которой мы потом через 4 года будем покупать подводные лодки. Вы, ребята, серьезно думаете, что я настолько хорошо понимаю все расклады? Но наших левых это не останавливает, хотя даже юридические структуры израильские очень с сомнением большим относятся к этой находке наших левых и говорят, что не сделают тут кейса, ну никак. Если человек продал акции и через 4 года они поднялись очень, потому что эта компания стала частью большого проекта немецкого, то тут никак нельзя обвинить Натаниалу в том, что он какие-то из этого интересы имел, потому что этих акций у него же 4 года как не было. Так или иначе, Натаниалу обвиняют еще и в том, что он хотел слишком много подводных лодок. Мол, зачем Израилю, у Израиля есть 5 подводных лодок, зачем ему еще 6-я? Вот, это вот как в том известном анекдоте, давайте подарим Хайму книгу. Зачем ему книгу дарить? У него уже есть одна. Зачем человеку книга, если у него уже одна есть? Также у всех соседних стран тоже, как бы, мы все не Америка, и у нас у всех не флот подводный, там не исчисляется десятками подводных лодок. Но даже у той же Греции их, по-моему, порядка десятка. А у Израиля было 5. А у них есть еще свой срок, как бы, когда они выходят из строя. Поэтому покупка 6-й и даже еще 3-х, которые хотел купить Натаниалу, которые ему в итоге не дали, это, во-первых, видимо, имело свою разумную составляющую. Во-вторых, теперь, когда мы понимаем весь этот расклад с газопроводом, идущим по восточному селеземноморию, на большой глубине, вводные лодки, они такие, да, действительно могли бы иметь большой смысл. И те корабли военные, которые он хотел купить у того же самого немецкого концерна, которые, в принципе, специализируются на охране подобных трубопроводов, провоженных по дну моря. Это тоже, оказывается, все было действительно им продумано заранее. Он понимал, для чего он это делает. А вовсе не потому, не в горячечном бреду левых, так сказать, как они думают, что он там какие-то свои финансовые дешевты проворачивает. И ему говорят, а почему в Германии, почему не в Корее, например? Он говорит, так и Германия из своих соображений, из своих ощущений вины перед еврейским народом, она нам дает скидку в треть. То есть, мы платим только две трети стоимости. Кто нам еще такую скидку дает, с 30 процентов? А подводные лодки, которые Израиль заказывает, это вообще самая дорогая игрушка военная, которая есть у страны. Потому что эти подводные лодки, они там какие-то, так сказать, кроме того, как они говорят в иностранной прессе, они оснащены возможностью брать на борт ядерные боеголовки. Но кроме того, это действительно самый передовой халь, так сказать, они ужасно дорогие. И если нам кто-то готов за две трети от стоимости продать, так действительно лучше покупать у тех, кто готов, тем более, что это немцы, которые умеют работать. А корейцы могут тоже хорошие подводные лодки делать, но дороже. Поэтому, конечно, во-первых, мы видим, насколько претензии к Натаньяо по поводу желания купить подводные лодки были надуманы. Во-вторых, мы понимаем, для чего он их хотел купить. То есть просто человек-то видит вперед все это, он видит ситуацию, он понимает, что нам потребуется этот газопровод, не через Турка. И нам потребуется его охранять. И даже если Америка спишется и скажет, мы готовы дать свои гарантии, все равно физически там будут наши корабли, спрашивается, зачем левый гонит эту бессмысленную волну против Натаньяо. А потому что, во-первых, опросы у них плохие. То есть мы как бы понятно, что опросы это только опросы, мы не знаем до самого конца, насколько они точны. Но по опросам, начавшие так хорошо, вот этот самый левый блок четырех, трех генералов и одного клоуна Лапидо, он как-то все меньше и меньше собирает по опросам, он скатывается вниз. И правый блок вновь получает большинство, а значит, так сказать, не видать им власти как своих ушей, и это выводит их из себя, и вот они начинают уже нести любую чушь. Вот до того, что обвинив Натаньяо в том, что он хотел купить больше подводных водок, а еще самое смешное, они его обвинили в том, что он не помешал, то есть он позволил Германии продать Египту подводные водки. То есть, мол, Натаньяо должен был, видимо, взять Меркель за грудки, или за что, политкорректно, и сказать, ни в коем случае ты не имеешь права продавать подводные водки Египту. То есть, ну, понятно, что если уж Натаньяо дает распоряжение Трампу, то уж Меркель, конечно, там у него бегает просто чай и приносит. Вот он должен был ей сказать, чтобы она не продавала Египту подводные водки, а он не сказал. И это, так сказать, как сказали его оппоненты политические, это просто предательство Израиля. А Натаньяо послушал, послушал, знаете что, ребята, вы мне надоели. Подам я на вас всякие документы, среди которых есть секретные документы. Вы их знали, потому что вы были в правительстве, вы были министром обороны и начальником генерального штаба. И теперь вы эти документы машете на публику, а это вопрос о безопасности Израиля. Вы меня назвали предателем, давайте-ка поговорите с моими адвокатами, и они подадут на вас в суд за клевету и за подстрекательство. И теперь, так сказать, мы с интересом следим за развитием следующего этапа этого морализонского балета, когда ребятам, которые вообще забыли, запали политическому политическому или предвыборному, что можно говорить, а что нельзя, и как можно себя вести, как нельзя. Предстоит теперь уже отвечать не на предвыборных дебатах, а на разборках с адвокатами, которые им скажут, ребята, вы перешли грань, и за это вам придется заплатить. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Были неоднократные попытки дозвониться, у нас есть еще буквально одна минута. Если успеете набрать номер телефона и задать вопрос, Александр постарается на него ответить, но давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, Валерий Кузьмин. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Да-да, говорите. Да-да-да, я извиняюсь. Да, Александр, вот сейчас вот вы говорили, АйПАК будет. Очень интересная организация, в прежнении очень многих лет. Интересно, а с чем мы демократы? Там Пелоси собирается выступать и Шумер. Что они могут сказать для еврейской публики, для американских патриотов-евреев, которые поддерживают Израиль? Что они сделали за Израиль, потому что они его игнорировали, Нитаньях, когда он приезжал, выступал в Америке и так далее. Поэтому они бегут от всех этих претендентов, как вы сказали, 8 человек, все бегут от этого, как в Израиль, чтобы бояться выступать. И неужели, я думаю, после этого сдвинется шифт, что какое-то количество, может 10% или 15% все-таки перейдет на сторону республиканцев, увидев, насколько продажная, насколько антисемитская является в данный момент демократическая партия. Какое ваше мнение по этому поводу? Я вас с удовольствием послушаю. Спасибо большое за передачу. Так, ну у нас осталось буквально несколько секунд, я скажу очень быстро. Я думаю, что вы правы. Действительно, одной из причин, почему демократы сейчас не хотят появляться на конференции Эйпок, им нечего сказать людям. Они предпочитают просто забиться в угол и сделать вид, что их не видно и не слышно, когда если тебя поймал белый медведь, замри и прикинь себе трупа, может быть, тебя оставят в покое. И я не знаю, какое количество американских евреев сегодня оставит демократическую партию, потерявшую, представшую, как английская партия Лейбор, просто откровенно антисемитской и перейдет к республиканцам, которые являются теперь лучшими друзьями Израиля. Мы посмотрим это, мы увидим это на выборах американских. Я боюсь, что все-таки это процессы медленные, инертные и, к сожалению, многие американские евреи продолжат голосовать за Ильхан Амар и Рашид Талиб, которых откровенно ведут антисемитскую пропаганду, несут антисемитскую адженду, повестку дня и которые, конечно, превращают демократическую партию Америки в что-то среднее между братьями-мусульманами и компартией Советского Союза. Александр, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается и до встречи в следующий раз. Всего доброго. До встречи.